Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами в коротком промежутке между Шаббатом и праздником Шаваот. Вы знаете, Шаваот это один из самых крупных праздников, один из самых серьезных праздников. Это праздник Регалим, мы должны были в этом году, как положено, приехать в Рюссалим, прийти в храм, но когда нет храма, приехать в Рюссалим, совершить паломничество. И многие так и делали, но глубокому сожалению в этом году это не получается. Он не пускает нас к себе, не приглашает, ему, так сказать, гнев его еще не утих. И поэтому трагедии, которые в последнее время происходят на горе Мирона, сейчас война на Святой Земле, означает только одно, что мы с вами должны принять Тору сегодня вечером на каком-то намного более высоком уровне, чем раньше. Или по крайней мере вернуть тот уровень, который позволял людям ездить в Израиле, когда Бог смотрел и говорил, ну ладно, так сказать, мои дети поднялись на какой-то уровне. Вообще это очень мистический праздник. Я мало рассказываю там какие-то кабалу, но сегодня два слова скажу. Так что даже в Шульхана Рухи об этом говорится, что запрещено делать кровопускание, которым раньше лечили людей в канун праздника Шилот. Вот, поскольку Бог состворил ангела-вредителя, имя которому Твоах, Реш, так называется. Который должен был умерщвлять тех, которые не приняли Тору в этот день. Поэтому говорят, ну хорошо, но это было тогда, непонятно. Мы же уже получили Тору много лет назад. Если так, о какой опасности идет речь? Ответ в том, что опасение такое существует каждый год. Примем мы Тору или нет? Этот запрет настолько строг, что мудрецы постановили из-за него, вот еще раз говорю, не совершать кровопускания вообще в канун емтова любого, даже не только праздника Шилот. Если каждый год этот ангел-вредитель создается заново, то тем более мы должны принимать Тору каждый год все более и более, так сказать, с большей силой. Когда мы принимаем Тору, написал Раф Ильяшев, что в тот момент, когда читаются 10 заповедей в этом году. Что такое принятие Торы? Как нужно принять Тору? Ответ очень простой. На себе нишма. Сделаем и выслужаем. Мы должны для себя сказать. Первое, сделаю. Я не буду размышлять, не буду рассказывать, что я умнее всех. Я сделаю так, как он сказал. А потом, потом, уже, так сказать, выслушаем, будем учить уроки, думать. То есть человек должен сказать, я принимаю на себя, а потом начать учиться. Поэтому праздник Шилот относится в равной степени к женщинам и к мужчинам. Ведь все обязаны выполнять заповеди. Написано, что, да не написано, мы с вами знаем, что в прошлый шабад мы читали главу Бехуха Тай. Это глава, которая изобилует и благословениями, и, не дай бог, проклятиями. И Раша объясняет нам, что труд над Торой, вот когда мы учим Тору, когда мы учим, приближаемся к духовности, это корень всех абсолютно благословений. А источник всех проклятий, это отход от Тора, отход от духовности. И задумайтесь об этом. Мы берем книжку какую-то, которая похожа на остальные, открываем ее, немножко читаем, изучаем Тору, и мы присоединяемся к дереву жизни. Как это самое, получаем самое лучшее лекарство. И мы очень надеемся, что существующие основы веры усилятся в эти дни. Вообще существует три основы веры. Первая вера это наблюдение, что Всевышний наблюдает за каждой деталью творения, что Он следит за нами, что Он проявляет награду и наказание, и так далее, и так далее. Это первая, самая начинающая часть веры. Вторая, в том, что в руке Всевышнего все. И это вера в то, что Он единственный, и ничего больше нельзя сделать, только все в Его власти. И, наконец, третья вера, это, как бы сказать, что Всевышний говорит с человеком, событиями жизни. Каждое событие, это разговор Бога с человеком. Вообще есть простая формула. Бог разговаривает с нами, обстоятельства нашей жизни, а мы отвечаем Ему тем, как мы на них реагируем. И вот третья ступень веры, это то, что Тора с небес, что в этом мире есть только Он. А мы с вами, так сказать, должны следовать Его дорогам. В эти святые дни написана очень интересная вещь. Мы можем в этой, именно сейчас, нам надо хочется уйти от этих, как бы, нехороших вещей, которые мы называли проклятиями Бакухатай. Поэтому нам для этого нужно только одно. Каждый из нас получит, хочет он или не хочет, он получит какую-то Тору в этот праздник Шавон. Он получит какой-то уровень духовности, с которым, очевидно, будет жить весь следующий год. Я говорю очевидно, потому что бывает случай, когда человек может быть все-таки преодолеть себя. В эти дни написана очень важная вещь, что мы должны для себя думать, что пусть закончится уже проклятие прошлого года. Вот это Бакухатай. Пусть закончатся трагедии на Мироне, обстрелы, смерти, войны. Пусть это все закончится. И вместо этого начнется благословение следующего. Поскольку Шавот называется тоже Роша-Шана. Начало года, когда нас судят. Кстати, поэтому сегодня положено многим, говорят, есть тоже пельмени, белая, оборачивающаяся, красная была обернута в белая. Я сейчас немножко сумбурно это все вам рассказываю, потому что, честно говоря, и вернулся домой только несколько часов назад. И тоже мы готовимся к празднику Шавот. Что я хочу сказать? Брахава от слаха. Всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...